Всем огромный привет! Сегодня хочу с вами поговорить о косметике. Собираю косметичку на неделю. Ну, наверное, уже с понедельника начнем, но, соответственно, завтра я тоже, возможно, конечно, воспользуюсь этой косметикой. Итак, с чего я начну? Начну я с тушей. Тушью Flay Lashes я пользовалась достаточно долго, месяца полтора. И вы знаете, она там еще есть, и ее даже еще, ну, в принципе, много. Но у меня ресницы стали ломаться, стали какими-то такими вот, не знаю, скрюченными палками торчать. С этой стороны у меня ресницы вниз прям пучок торчал. Я думала, что они у меня как будто обломались и, ну, не могут просто пока подкрутиться, но они уже выросли и все равно вот так торчат. И, в общем, я наблюдаю, что мои ресницы все редеют, ряды моих ресниц, и они смотрятся, ну, просто жутко. Поэтому я думаю, что, наверное, просто эта тушь уже себя изжила, хотя, ну, тушь там еще есть. Я не знаю, с чем это связано. Конечно, ее стало немножечко меньше, но как-то она именно на реснице, она ложится очень плохо. Поэтому с ней я прощаюсь, она у меня идет в пустышки. Именно декоративную косметику я собираю за год. За год потом хочу просто даже для себя посмотреть, сколько же я использовала. Итак, тушь ушла. Пришла моя любимица, как всегда, Volume X2, вот это от Faberlic. Сегодня уже ей накрасилась, и вы знаете, о чудо, конечно, ресниц больше не стало, но вот здесь ресницы, которые у меня торчали вниз сильно, они приподнялись. Вот уже просто как бы результат на глаза. Так что вот эта тушь идет мне в косметичку. Собираю косметичку. Вот такая вот у меня от Faberlic из косметичка. Хочу все как-то купить, что-то такое красивенькое. Ну, это еще у нас все впереди. Дальше. Дальше у нас будет, как всегда, это просто, наверное, шоу пудра Lovell. Обожаю ее уже, наверное, когда я купила, не знаю, ну, недели три назад, две. Пользуюсь просто практически всегда ей. Вот всегда ей. Она очень тоненько лежит, очень красивенько, матирует, дольше сдерживает вот эти вот все мои жировые такие выделения. Намного дольше, чем, как намного, знаете, ну, часа на два, на три дольше, чем остальные пудры. А я считаю, это очень, очень хороший результат. Так что пудра Lovell. Дома иногда я пользуюсь вот такой вот, это от Max Factor пудра, 13-й вот здесь вот оттеночек написано. Ну, крышка у меня разбилась, я в предыдущих видео вам показывала. Она всегда у меня трескается в середине пудры, всегда. Я не знаю, я эту пудру покупаю, знаете, лет уже 10, да, наверное, да, лет 10. Она у меня периодически бывает, и всегда она трескается, эта крышка. Ну, и вот оставляю ее просто так, думаю, дома будут лежать, и вот косметички, чтобы не брать с собой, потому что как я возьму без крышки. Ну, а допользовать-то нужно. Моя любовь. Сегодня я тоже наносила. Вот видите, еле-еле видно вот такая вот бронзовая как бы полосочка. Но мне нравится, мне нравится, что вот это не коричневые там какие-то, а вот эти вот там скулы жуткие. Как-то раньше я любила, а сейчас я от этого отошла. Мне кажется, лицо намного свежее и моложе смотрится, если оно просто вот белое и просто румянчик. Чуть-чуть вот бронзером можно. А вот эти вот все коррекции лица, мне кажется, ну, может быть, не то, что мне кажется, а лично мне придает это немножечко возраст, поэтому это не моя история. Так вот, бронзер от Faberlic обожаемый, просто обожаемый. 6149 его код. Ну, конечно, да, он весь заляпывается, особенно, знаете, там, когда тонак, там крема, и вот потом вот трешь-трешь. Все равно все заляпанное. Ну, в общем, косметички. Но мне кажется, знаете, вот это такие, вот это, вот этот продукт, и следующий будет у нас хайлайтер от этой же фирмы Lovell. Сегодня он тоже на мне. Видите, какое мерцание. Такое вот, ну, видите, какое мерцание. Вроде бы и есть, но не такое, что прям с космоса. Когда наносишь, да, слишком ярко, потом он как-то усаживается и очень деликатно, очень красиво смотрится. Конечно, если будет солнце светить, у вас тут начнутся переливы, это понятное дело, мне кажется, это на каждом хайлайтере так. Но мне кажется, вот эти вот три продукта, это даже не косметичка недели, знаете, это косметичка всегда. Постоянная такая косметичка. В какой раз уже беру вот этот вот корректор цветной для лица, маскирую темные круги под глазами синяки и вены. 61-81, но очень редко пользуюсь, вот раз за неделю. BB-крем от Ariflame, очень-очень легкий, ну, у меня нечего особо, знаете, перекрывать. Очень классный аромат, мне нравится. Дальше. Дальше хотела вам показать помадки. В прошлый раз я ложила, ну, это две недели назад было, я ложила вот такие вот две своих помадки, которые у меня вот уже заканчивались. Ну, знаете, что я сделала? Их было вот чуть-чуть-чуть-чуть, я их взяла, повыковыривала, что, кстати, я никогда не делаю. Ну, может, когда-то там в школе, когда училась, а вообще нет. Я, значит, их повыковыривала и перелила. Вот такая у меня какая-то была баночка из-под стразиков. Сюда вот перелила, на водной, значит, такой баньке растопила. И вот сейчас этой помадой я крашусь. Не очень мне, кстати, нравится. Как помада нравится? Ну, способ нанесения, у меня есть вот такая кисточка, значит, для губ. Ну, она такая обычная, не очень дорогая, ну, как дешевая, не очень дорогая. И она, как сказать, очень узенько так набита, что неудобно мне наносить. Она вот так вот прогибается туда-сюда, мне неудобно. И помаду эту неудобно набирать, потому что она, ну, не очень-то и мягенько получилась. То есть ее нужно прям чем-то таким более плотной кистью. Нужно кисть теперь приобрести. Ну, в общем, вот такой у меня набор. А эти помады у меня уходят в пустышки. Следующие, значит, помады у меня. Вот такая вот блеск у меня от Lovell. Он, знаете, прозрачный, но с такими микро-микро-микро... не видно, да? Микро-микро-блестками. Нет, не видно сейчас. Сейчас что же сделать? Давайте вот так. С микро-блестками. Ну, просто прозрачный такой, да. Там есть мелкие-мелкие блесточки, но вообще он прозрачный. Он смотрится, хотя имеет в себе блестки, он смотрится таким лаковым. Очень неплохой блеск, кстати, за его стоимость. Я вот как раз, когда покупала пудру и вот хайлайтер от этой фирмы Lovell, именно таких блесков уже нет. Ну, видимо, уже как бы такой апгрейд в фирме произошел, все перевыпустили. Поэтому нужно пробовать новиночки. Следом идет от Avon вот такая помадка. Это как бы, ну, не как сказать, это бальзам, но он с таким вот розовым перламутром. Это мне кот уже поцарапал. Засранец. Следующая помада вишневая. Как говорила, в прошлом году покупала. На осень. Класс. Она еще, знаете, кстати, ложится. Ну, где-то были видео, я в этой помаде была, предыдущие. Она немножечко, ну, вот с таким вот эффектом глянца ложится. И очень смотрится достаточно прям сочно и сексуально. Ага. Вот такая вот, значит, следующая у меня помадка от Faberlic. Такая розово-ягодная. Приятная помада, но мне не нравится, что она уже вся покоцалась. Я сейчас наносила ее раза три-четыре. Она вот здесь держится, ну, в общем, не держится, мотыляется. Как бы, знаете, я считаю, что вы эту помаду позиционируете не как самую дешевую же, правда? У вас самые дешевые лучшего, ну, лучше вот это устройство. У вас там закреплено вся эта вот стик именно, чем в этой помаде более дорогой. Но для меня это непонятно. И вот такая Рината. Это тон 40-171. Кстати, здесь 430-71. Это какой-то там натуральный. Но как натуральный я его, опять же, повторюсь, для меня это не натуральный. Это такой очень бежево-лилово-розовый. Но, да, он, ну, такой, не кричащий. Ближе к нюду, но для меня он яркий. Для моей такой бледной кожи светлой для меня он, в принципе, тоже яркий. Итак, дальше карандашики у нас идут. Карандаши от Фаберлик. Вот такой вот вишневый. Вот такой вишневый карандаш. Ну, под вишневую помадку, понятно. Вот такой вот, кстати, вот Ринату, например, помаду. Он и розовый, и коричневый, и лиловый. Но тоже, в принципе, яркий карандаш. Черную подводку беру от Фаберлик. Что-то прям забросила подводки. И вы знаете, раньше я ни дня вообще не могла прожить, если я не нарисовала себе стрелки. Сейчас я это делаю настолько редко, что я заметила, раньше как вот просто реснички чуть-чуть даже могла нарисовать. Стрелку вторым слоем, реснички, и все, я красотка. Помаду поярче, и я пошла, если я куда-то опаздываю. А сейчас я как-то опаздывала. Я думаю, о, сейчас я быстренько себе стрелочки. А нет, не быстренько, рука отвыкает. Я там что-то себе мулевала, мулевала. В общем, одна вверх, другая вниз. Длиннейший, короче. И я поняла, что нужно чаще пользоваться, потому что, видимо, это не как на езде, езда на велосипеде. Знаете, если вы научились, то уже все. Нет, нужно постоянно руку вот как бы держать в тонусе, набивать. Иначе куда-то уходят вот эти навыки. Так, еще один карандаш. Это карандаш от... От кого он? От Стеллари. Вот, вот такой вот. Более такой бежевый, нюдовый. Вот такой карандаш. Вот, кстати, все три, посмотрите. Мне не нравится, знаете, что карандаш того обычный, в принципе. Но он весь был такой золотой, весь такой леопардовый. В общем, все ободралось, абсолютно все. Ни цвета, ни названия, ну, ни цвета номера нет. Вообще ничего. Ну, как бы зачем вы это делаете? Ну, просто сделайте черный. Он будет достаточно хорошо и так смотреться. А вот это, когда оно, знаете, вот это две недели у вас облазит, все больше и больше. Ужас. Просто даже на людях не достать. И, значит, карандаши для глазок у меня от Faberlic. Это вот такой каял оливковый цвет. Просто суперский. Я его теперь обожаю. Вот теперь, когда я опаздываю, я крашусь либо этим карандашом, либо вот этим водостойким серебристым. Сиренево-серебристым вот таким. Он застывает просто намертво у вас на глазках. Очень классный. Но он не смотрится вот так, прям, знаете, как полоска. Потому что вот эти микро-микро белые блестки, они немного сглаживают где-то цвет. Такое светоотражение идет и очень хорошо смотрится. А вот этот карандаш я очень люблю. На самом как бы слизистой он держится, я бы сказала, не очень. А вот внизу вот здесь вот по, ну, нижнему, как сказать, росту ресниц. Очень хорошо. И вроде бы глаз сразу подчеркивается. Ну, это я сейчас, конечно, тут намазала. Не вижу, что. И вроде бы глаз подчеркивается цвет. И особо цвета нету, потому что это не коричневый вроде бы, да, и не черный. И он так в ресничках у вас, как сказать так, цвет теряется. Но сразу видно вот как бы красиво оформленные глаза. Но непонятно, ну как, понятно, что, конечно, они накрашены. Но какой цвет, не ясно. Очень, очень красиво смотрится. Вот практически, знаете, и глазки яркие, и не кричащие. Очень классные. Просто обожаю. Так, тени, тени, тени. Погнали тени, тени. У меня есть какая-то такая старая-старая, я не знаю, нашла вот такой вот кругляшок с отвалившейся крышкой. Но тени новые. Они белые. Но они на самом деле не белые. Они при растушевке, они имеют вот такой вот золотой отлив. Вот я решила ими хоть чуть-чуть попользоваться. Потому что, ну, как бы пора все это, весь хлам выкидывать. Пора это все дело вычищать. И, ну, хоть что-то хочется же использовать. Хоть миллиграммчик. Так, Faberlic Berry Color тени. А, значит, номер 849-41. Вот так они выглядят. Это, значит, вот такие тенюшки. Куда вам нанести? Вот так они выглядят. Вот здесь такой перламутровый, сиренево-розовый, что ли. А этот такой более матовый. Ну, здесь есть сатин, обратите внимание. Но так он смотрится матовым, таким вишнево-сиреневым. Очень красивый. Мне кажется, я их купила месяца два назад. И, может быть, один раз ими пользовалась. А может, и не пользовалась. Просто, может, знаете, вот это вот там посвотчило и успокоилось. В общем, беру. Пусть будут. Нужно пользоваться. Серые тени. Вот такие от Ariflame. Я оставляю сегодня не на мне. Они не очень яркие, но при этом видно, что серые. Вот. Оставляю. Хочу допользовать и купить другие, более какие-нибудь, может быть, лучшего качества. А может быть, меня опять понесет куда-то в пробу, там, косметики Lovell. Ну, в общем, что чего-то очень бюджетного. А может, это опять будет Avonary или Ariflame. Ну, в общем, посмотрим, как у меня, знаете, настроение. Будет. Вот эти тени, мне кажется, это опять будет даже не косметичка недели, месяца. Косметичка навсегда, пока не закончится. Иногда и вот здесь вот прокрашиваю я, как сказать, там, века. Вот. И в основном я оформляю этими тенями бровки. Но сегодня я ими не оформляла бровки. Так. И еще тени. Вот эти тени, которые я вам рассказывала, что с такими золотыми блесточками, они, значит, такого болотно-зеленого цвета и золотыми мелкими-мелкими блестками. Вот так они выглядят. Я вам говорила, что раз пять ими попользуюсь, все, и выкину. Девочки. Я прям влюбилась с них. Это они уже именно хорошо прям так плотно ложатся. Раньше это было что-то, знаете, такой гель, такой вот кисель, в котором как-то там плавали, значит, отдельные блестки. Это было очень трудно нанести, распределить, растушевать, чтобы это были не там какими-то пятнами. Сейчас это ложится очень-очень классно. Я просто беру возле ресниц, вот так вот прям жирненько намазываю. И кисточкой тоненькой вот так вот вверх растушевываю, чтобы не было вот здесь такой яркой как бы очерченной линии. Смотрится просто великолепно. Но опять же, вот этот цвет под мой зеленый, видимо, цвет глаз очень подходит. И я ими пользовалась даже на работу. Даже с утра очень быстро макияж получается, очень красивый, даже сексуальный, я бы сказала. Но с утра, конечно, ну меня это не пугает, знаете, намазалась и пошла. Мне очень нравится и стойкость хорошая. И вообще просто в них влюбилась. Вот что они у меня лежали, да, я хотела раз пять намажу и выкину. Да нет, я прям в восторге, что они у меня есть. И что они именно полежали у меня там год или полтора. Что именно они начали мне так, как бы такую именно консистенцию приняли. Это просто бомба. Вот эти тени теперь вообще моя еще одна любовь. Ну, кстати, здесь все такие тени, которые мне нравятся ими пользоваться. Итак, значит, Color Trend розовый. Румяна, как всегда, ярко-розовый, пинг. Как называются они, не знаю, где здесь номер, нету номера, пинг. Вот так они выглядят. У меня еще есть, конечно же, румяна от Avon, вот эти вот в шариках розовенькие. Но сегодня я с ними. Видите, они не очень сильно ярко видны. Вот сегодня, например, я с теми румянами. Но в основном я пользуюсь этими. А когда у меня есть желание, я могу другими румяшками нарумяниться. Поэтому, ну, в косметичку только эти положила. И осталась у меня, значит, бальзам зима. Вот этот вот вонючий. Ну, знаете, ничего, он полежал, уже не так воняет. Это, видимо, он был заупакованный. Как бы я его открыла, я думаю, боже. Есть, ну, если прям прислушаться, практически нет уже запаха у него. Есть, но не такой вот он ужасный. Ну, и я его не намазываю таким большим, огромным слоем. Я вот так вот чуть-чуть, буквально, все, и мне хватает его. Ну, и в основном, конечно же, я пользуюсь вот такой вот базой для губ от Ariflame. Все, косметичка готова. Буду пользоваться с понедельника по воскресенье. Ну, с понедельника. Завтра я тоже накрашусь, конечно же. Все, спасибо большое, что были со мной. Пока-пока!